Ну что, салют всем! День номер два. Ну что, у нас идут подготовительные работы полным ходом. Устанавливаем кран для того, чтобы поднять белугу. Эльдар запускает балберы, подняли грузы в садках. Вот Домельский фиксирует кран. Погодка так и шепчет, выпить хочется, аж пока ночевать негде. Работаем, друзья, работаем. Чего и вам советую. Ну что, капитан корабля на месте. Достаем белугу. Должна быть килограмм под 40 точно. Короче, сейчас все увидите. Облегчите работу рубоводов, блядь. А как вам туда? Надо подогнать, по-моему, сюда ее. Правей. Ебануться. Да ты ж ее не подымешь, Эльдар. Так ему неудобно, он не знает, как ее положить. Она тяжелая. Крановщик Владимирович. Поднимайте. Подомельский. Эльдар, твоя белуга. Мой. Больше так не делай. Под стрелой больше так не делай, не ходи никогда. Ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башню попадет. Нужно на уши обороты. Опасные работы. Вот. Не дай шок. Да, подожди, места поставим. 80 килограмм. Какая чушка, блядь. 80 килограмм. Но это вместе с коробочкой. Коробочка, думаю, килограмм, может, 10 будет. Вот здесь можно смотреть. Это пушка, да? Обязательно бита мягкой тканью, потому что арматура может побить, поцарапать, испортить рывку. Ты поднимал ее. Ты не упал все. Какое дело? Рука моя. Одна жабра, как моя рука. Я уже понятно. Там больше. Хороший замерз. Самец. 80 килограммовый. Пробрызгали раночки. Потертость, если вдруг какие есть, покраснение. Тирамицин. Спрей заживляющий раны. Чтоб жила долго. Чтоб однажды я достал, а она уже полтонна. Производителя нашего отправляем в садок, который следом пойдет на зимовую льду. Главный крановщик юга России и филиппинских островов. И Санько Удомельский. Грустный Санько Удомельский. Толстолобы. Нормально, нормально. Что там, ТНТ включить нельзя? Нет, Чупака. Надо Балберу, наверное, еще протянуть побольше. Сюда поближе. Сюда. Заводи, Миша. Да. Не хочет. Сюда поближе завести. Ах. Ах. Ты наоборот можешь покалечить ее. Ах. Есть, есть. Сама легла. Сама прыгнула. Обязательно надо отбивать металлические все вещи мягкой тканью, губкой. Потому что рыба сильная, белуга, вы знаете, она может человеку и кости сломать. И вот для того, чтобы она сильно не вредила себя, необходимо отбивать ее тканью, вот как у нас, допустим, поролоном. Если вдруг после взвешивания увидите какие-либо покраснения, обязательно необходимо произвести процедуру, вот то, что я показывал ранее. Спреем пропшикать для того, чтобы раны заживляли быстрее, потому что она, честно говоря, кости человеку может сломать ударом хвостом. Она ударом своим хвостом оглушает рыбу, и рыба прекращает плавать, и она ее поедает. Потому что белуга это хищник. Блядь, она прям легла на металл. Вот плохо отбили. Арматура торчит, и она прям на арматуре лежит. 44 килограмма. Да нет, не очень. Не очень, короче. Нет. На вас производство не идет. Красотка наша. Красотка. Нет, нет, берет туда. У вас здесь на земле. Так она сейчас тут ляжет. Ну рыбу двиня. Ебанутая какая-то система. Правильно. 75 килограмм, да. Делаем УЗИ. Проводим наши рыбки. Родная. Ну дай мы тебя посмотрим и отпустим. Родная, родной. Родной, да? Мальчик. Самец. Это хорошо. Берем. Самец хороший. Отличный самец. На вас производство. Шикарный самец. Будем брать молоку. Сперму, а не молоку. Сперму. Кончу. Оу май. Давай, плыви, родной. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да? О, пошел. Опять он на своем. Капитан Америка. Санько Удомельский. 75 уже. Ну, 75, 76, минус 19. Минус 20. Минус 20 килограмм. 56 где-то. Вот так килограмм. Да, можно. На воспроизводство. На воспроизводство. Хороший самец. Вот так и приходится работать. Михаил Владимирович катается у него. Каруселька. Эта белуга у нас идет на воспроизводство. Опять же. Тот самый садок. Куда мы откидываем всю нашу рыбку. Самочек. Которые будут готовы уже дать их руку. И самцов. Короче, выловили мы сомика когда-то. Давно. И закинули его. Он должен был чуть-чуть подрасти. Сомик же, а не поймал. Толстый какой, слышишь? Я думал, больше, конечно, будет. Стоять, родной. Ну толстый, глянь какой. Самятина. Толстенький такой стал. Обычно они худые, длинные. А этот короткий, толстый. Хамсу живет, блядь. Объедает этих же. Надо кидать самок в садки. Для того, чтобы, допустим, остатки корма остаются несъеденные. Чтобы они подчищали. Сом подчищает, да? Он же является мелиоратором садка. Правильно? И рыбу сожную съедает. Я думаю, что белуга не даст себя обидеть. Я тоже так думаю. Чтобы сом у нее что-то съел. Да, я тоже так думаю. Ребята подтягивают балберы для того, чтобы рыбку сместить в одно место. Чтобы потом в дальнейшем было ее просто с очком выловить, поднять и взвесить. Работаем, друзья, работаем. А здесь у нас смесь и русско-ленские сетры, и белужата есть. Навеска от 6, наверное, до 15 килограмм. Сейчас будем как раз таки контрольно взвешивать, смотреть, как рыбка подросла. Производители самочек на зимовку отправлять, отсаживать в отдельный садок. Самцов хороших производителей тоже отправлять на зимовку в отдельный садок. А всех остальных самцов на реализацию. Сейчас Санеку Домельский чуть по лицу от толстолоба не получил. Санек, подписчикам привет. Отлический привет. Подписывайтесь на нас. Сыркачи толстолобы. У меня тут плавает любимец, такой беленького цвета. Поэтому сейчас достанем, тоже покажу его. Красивый. Я его буду беречь. Долго-долго-долго. Долго-долго. Ну что, приступаем к взвешиванию. Ну что, бацаны, начинаем. Танько Удомельский, давай. Смотри, он начинает рваться, сачок. Стой, 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 стой. 8, 900. Самочка. Да, икреная. Икреная самочка. Смотри, как ты. Вот, посмотри. Да. Вот, икра. Так. Икрин, ты видишь, сколько здесь есть? Да, это икра. Это, это икра. Есть. На зимовальню. Будем доить и получать икру. Так, 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 так. Вот так, вот так. Это маленький. Да, да. Да, совсем прям. Малыш, подросток. Три, блядь. Три, 600. Блядь, она еще не кодрикурила. Это самец, но мелкий такой. Да там можно еще побольше выбить. И вот так. Так, в итоге тогда мы его туда. Где один самец у нас плавает? Белуга. Белуга. Нет. А, все-таки. 8,800. Нет, тут особо ничего не вижу. Давайте его оставим здесь. 7,600. 7,506. Красотка весит... Да, 9 килограмм. 9 килограммовая красотка. Не половозрелая? Не хорошо. Нет, наверное, уже добавлю. Скорее всего, скинуло. Ее не получаем. Скинуло, да. 70,23. 70,23. Врат есть. В следующем году, значит, будем доить и получать икру с нее. Вот с такой, с 9 килограммового, килограмм смело может выйти, да, черной икры? Ну, это нормальная рыба, достаточно. 12-15%. 12-15% от массы собственного тела. Это тошная икра. Тошная икра. О, бля, пузатая. О, какая пузатая. Тошная самец. 9,200, да? 9,200, да. Да нет еще никакого икра. Блядь. Это еще мелкая. Давайте пощупим, если хотите. Ну, мелкая икра, вот, видишь, видишь. Мелковата она еще для получения. Она в третьей стадии, может быть, вот так. Белая, да? Да. Только зарождается, получается, да, белая. На следующий год. Да, вижу, вижу. Ой, какой красавец. Легла вот так вот, блядь. 19 килограмм. Да, она стала такая спокойная. Она спокойная, икра. Жел. Икра-то нет, он решает. Блядь. Мелкая. Рыба не зрелая. Третья стадия. Третья стадия. Нет. Проводить ее не могу. Нет, на следующий год. Ну, такая же белая, мелкая. Вот он, мой любимчик. Беленький. Беленький, красивый. 12, 12. Короче, 12 килограмм. Красавчик на солнце похож. Поэтому я говорю, что красавчик. Сразу видно, что самец. Да не трогай это ему глаз. Проверим это. Росколенский осет. Почему-то 58,81. 58,81 чип. Оставляет. Не похожий на мебель. Ой! 9,8. 9,300. Немножко жирком, но и так. Самочка икриная. Что, посмотрим вокруг? Да. Икриная хорошая самка. Где бы тебе водой? Где бы ты рыбал? Ха-ха-ха-ха. Ну нет, икрата белая. Да, блять. На следующий год, Миш. Белая, да? Да, белая, да? Да, вон она белая. Да, белая. Значит, на следующий год. Не, нет, серая Миша. Икрата серая. Давай еще потом. Не, вот. Вот икра. Вот икрата. Ну икрата. Оставляйте Мишу ее на получение. Но у нее, блять, и мелкая, вот видишь, и мелкая икра есть. Какого-то вообще не делал, блять? И крупная икра есть. Одновременность. Истыках. Ну что, она за зиму может этот... Нет, но давайте ее оставляем. Так, 77, 70. 77, 73. Ребят, а синхронность... Квадратный. Квадратный вот тот. У нее икра вроде есть, крупная, хорошая. И в то же время и... Не понятно, что, блять. А синхронность какая-то идет. Тихо, зодная. Сразу схватывает. Русско-ленский осиотор. Тихо, стоять, родной. Вес у него... 15 килограмм. 13 килограммовый красавец. Чипа нет, давай, ребят, давайте на бок. Без чипа. Забрать кильки сколько мне? Вот, да. Сатранка какая бывает. Что, колли что ли уже, блять? Откололи. У нее нет, не кололи, но у нее, у нее не самочная гонада, но это не шамец. Однозначно, не шамец. Его оставляем. Как я его покажу. А, как получается, вы кильку кладете мертвую, блять, она потом оживает что ли? Да нет, это местная рыба, которая тут дикая. Это называется уклея. Да, уклейка дикая, да. На бок. Может, она, я говорю, такая вредь. Это уклейка. Это уклея настоящая. Хороший, блять. Конечно, 15 килограммовый красавец. Точнее, красавица. В будущем даст пару килограмм черной икры. Ну, че, космонавт, готов к полету? Космонавтка, как ты, школа. Тринадцать пятьсот. Вот эта красотка. Чипит. Полет в космос. Девять шестьсот, девять пятьсот. Сколько в ней? Такой он черненький. Сибиряк. Чок